Почетная обязанность гражданина – отслужить в армии. Именно так в Конституции сформулирован долг каждого молодого человека. Призывная кампания сейчас находится в своей активной стадии. Воскресенские ребята регулярно отбывают на службу. Всего уже с начала призывной кампании отправлено 90 человек. Наряд у нас 115. Призвано у нас почти 130 человек. С резервом призвали. Отправим, возможно, 115-120 отправим, смотря как будет работа проведена сборного пункта Железнодорожного. Чаще всего молодые люди попадают в сухопутные войска. Те, кто мечтают служить в элитных войсках, например, в ВДВ, тоже есть, но попадают туда единицы. Слишком строгий отбор. Ведется работа с уклонистами. Не пренебрегают ребята и службой по контракту. Десять человек оформляется. Уже четыре с высшим образованием, четыре с средним, специальным. Вот новое внушество, что ввели, можно, минуя призыв, идти по контракту служить на два года только. У нас уже план перевыполнен. На место шести у нас десять человек уже. Олег Рыбальченко пришел в военкомат по случаю увольнения в запас. Теперь он с чистой совестью может реализовывать свои планы. Где проходили службу? На Рафаинске. Как? Нормально? Нормально. По контракту бы остался? Нет. Почему? Какая-то работа есть, наверное, серьезная. Да учиться нужно. А, учиться. Понятно. Ну все, хорошо. Молодец, что служил. Служба прошла, да, довольно-таки быстро. Попались хорошие товарищи, помогали во всем, поддерживали. Освоил новую технику, подтянул физическую подготовку, ну и приобрел какую-то дисциплину, самостоятельность. Через неделю еще 15 ребят пополнят ряды российской армии. На этом летняя призывная кампания будет закончена. Ольга Юга, Дмитрий Миронов, Воскресенские вести.